Вернеру Кристукату 89 лет. Ему было предъявлено обвинение в участии в бойне 44 года, совершенной эсэсовцами Вардур Сюрглане. По его словам, активного участия он в этой операции не принимал, но спустя 70 лет фактов стало больше и доказательства неопровержимы. «Был этот мальчик, — говорит Вернер Кристукат, — он спустился по холму, маленький белокурый мальчик с велосипедом. Он хотел пройти мимо меня в деревню, я до сих пор могу точно это представить. Я остановил его и хотел прогнать, но потом подошел начальник младшего отряда и начал на меня кричать». Описанные Кристукатом события произошли почти 70 лет назад, однако забыть он их так и не смог. С тех пор, как нацистские охотники в прошлом году нанесли ему визит, в его памяти постоянно стали всплывать события прошедших лет. Днем, когда он сидит в солярии в своем вязаном жилете, окруженных фотографиями его внуков, и ночью, когда он без сна бродит по своему темному дому. Все возвращается, не проходит ни одной ночи, когда я бы не думал об Ародуре. «Передо мной все еще та церковь, которая проглядывается сквозь верхушки деревьев. Я слышу взрывы, а затем крики женщин и детей. Я не могу выбросить это из головы. Мне было ужасно жаль их. Но самое страшное, что я не смог спасти этого мальчика». Летом 1944 года Кристокуту было 19 лет. Он был пулеметчиком из Вафен-СС и выполнял приказы своего начальства. «Он только что прибыл во Францию. Моя честь – это верность. Немецкий солдат сражается по-рыцарски», – говорит он. «Я верил в это от Адольфа Гитлера». Теперь Кристокот снова представляет себя под серым небом Ародура, стоящим с автоматом на улице. Или это была грунтовая дорога? Добрался ли он до окраины города пешком или на грузовике? Он вспоминает, как спас двух женщин, прогнав их прочь. Но доказать этого он не может. Следствие не верит ему. Они показали ему список, где заканчивалось его имя, и запутали его со всеми вопросами. С тех пор он морщит лоб, словно решая кроссфорд. Но чем дальше он пытается его решить, тем труднее становится сопоставить факты. Однако на карту поставлена его жизнь и вопрос его виновности. Подразделение, в котором служил Кристокот, это третья рота 1-го батальона мотопехотной дивизии СС. 10 июня 1944 года они вошли в юго-западную французскую деревню Ародур-Сюр-Глан. Солдаты согнали всех жителей деревни. Мужчин сразу застрелили. Женщин и детей заперли в деревенской церкви. А затем, забросив ручные гранаты, сожгли церковь до основания. Они сожгли всю деревню, включая всех жителей, 642 человека, из которых по обвинительному заключению было опознано 181 мужчина, 254 женщин и 207 детей. Многие из них сгорели заживо. Это была одна из самых страшных расправ, совершенных ССовцами в Западной Европе. И мотивы этого остаются неясными. Ародур по-прежнему остается острой проблемой во францско-германских отношениях. Кристукат вспоминает, что смотрел по телевизору, как федеральный президент Германии Иоахим Гаук шел по руинам деревни рука об руку со своим французским коллегой. Гаук попросил прощения и сказал, «Я разделяю горечь по поводу того, что убийцы до сих пор не предстали перед судом. Я расскажу об этом в своей стране. Я не буду молчать». За три дня до Рождества Кристукат нашел обвинительное заключение в своем почтовом ящике. Спустя 70 лет после этих событий, Кристукат, бывший прораб, ныне 89-летний вдовец и отец двух дочерей, подозревается в причастности в убийстве людей в Ародуре. Обвиняющая сторона считает, что он помогал убивать женщин и детей, занося легковоспламеняющиеся материалы в церковь. Согласно обвинительному заключению, в целом ему предъявлено обвинение в причастности в убийстве в 25 эпизодах и подстрекательстве убийством нескольких сотен других жителей этой деревни. Новости об этом обвинении быстро распространились. В радио, в журнале, на телевидении все об этом сообщали. Последние живые убийцы – монстр из СС и Зарадура. Даже в Китае люди читали об этом. Теперь районный суд Кельна должен решить, можно ли считать доказательства достаточными, чтобы Кристукат предстал перед судом. Глядя на этого дружелюбного и веселого старичка, трудно представить его жестокого приспешника СС, если бы не Ародур. «Я всегда чувствовал себя виноватым», – говорит Кристукат. «Я был там. Я не мог предотвратить это. Но я никого не убивал. Я даже ни разу не выстрелил. Один подобный случай я уже видел. Вот отрывки из зала суда заседания». 94-летний гражданин Германии Райнхольд Ханнинг обвиняется в том, что в начале Второй мировой он добровольно вступил в ряды СС. Это в их ведении находились созданные нацистами концентрационные лагеря. В 1943-44 годах Ханнинг служил в охране концлагеря под польским городом Освенцем – Аушвиц. Раз в году русский город Волгоград становится Сталинградом. В этот день отмечается памятная дата завершения самой жестокой битвы Второй мировой войны. Более 70 лет назад здесь была окружена 6-я немецкая армия. Около 260 тысяч немецких солдат погибло от голода, сильных морозов, ранений и плена. Но потери Красной армии здесь несоизмеримо высоки. Более 500 тысяч советских солдат и офицеров погибло в жестоких боях под Сталинградом. То же самое касается и потерь среди гражданского населения. За первые недели боев около 40 тысячи жителей города погибло от бомбежек немецкой авиации. По приказу Сталина они должны были оставаться в городе. Редакция газеты Морро разыскала в Рейланде двух немецких ветеранов, которые пережили эту трагедию. Это бывшие солдаты 6-й армии, которым посчастливилось чудом выжить в этой мясорубке. «Шлемы застывали на наших головах». «В конце августа наше подразделение прибыло в Сталинград», рассказывает Дитер Питерс. «Мы рассчитывали на то, что если город будет захвачен нами, то война быстро закончится». На Восточном фронте Дитеру пришлось воочию увидеть всю жестокость современной войны. Только с 25 мая по сентябрь 42-го года его дивизия потеряла около 750 солдат. Каждый день ему приходилось видеть, как умирают его товарищи. После очередной атаки русских я увидел лежащего возле себя раненого товарища. Под каской выступала кровь, которая тоненьким ручейком спускалась по шее. «В левом, на грудном кармане я нашел его письмо родителям». Пишет он в своей книге «Пропал без вести в Сталинграде». Позже Дитер узнал, что его товарищ умер. В ноябре 42-го года кольцо вокруг 6-й армии замыкается. Температура воздуха падает до минус 40 градусов. Из-за нехватки зимней одежды огромное количество немецких солдат получает обморожение. Наш продовольственный паек с каждым днем становился все меньше и меньше. «На ряду с поседневными проблемами мы занимались безнадежной борьбой с шами и блохами. От холода стальные шлемы так сжимались на наших головах, что мы долгое время не могли их снять. Теперь его товарищи умирали не от ранений, а от голода и холода. Останки его подразделения в январе 43-го года сдались в плен. После долгого плена в 49-м году он наконец возвращается домой в Германию». Из 1200 человек его дивизии вернулись только трое. Перед нападением на Сталинград 244-я бригада состояла из 1200 человек. Только трое из них вернулись после войны в Германию. Один из них – Вернер Гезель. «В конце июля мою штурмовую бригаду выдвинули в сторону Сталинграда», вспоминает 92-летний Дюссельфорд. «Мне было 22 года, и тогда я верил, что мы быстро захватим город. С начала войны с Советским Союзом мы уже не раз громили Красную Армию в так называемых котлах. Мы застряли в этом городе. В ноябре мое подразделение все еще находилось рядом с тракторным заводом», рассказывает ветеран Гезель. «10 ноября русские солдаты закидали его танк гранатами. Я даже и не помню, что произошло. Позже мне рассказали, что мои товарищи вытащили меня из горящего танка. Несколько осколков застряли в моем теле. Позже меня доставили в госпиталь». Для ветерана Гезеля уже давно стало ясно, главнокомандующий Фридрих Павел и Адольф Гитлер являются величайшими преступниками этой войны. «Они бессмысленно жертвовали нами, в этой безумной войне», говорил Гезель. Вот такие вот, друзья, у нас сегодня были истории о старых нацистах. Пишите свои комментарии, что вы думаете о них. Ставьте лайки за мою работу в создании ролика. Подписывайтесь. До скорой встречи. Всем пока.